Всем привет на канале Быстробот. Научный прогресс настолько избаловал людей, что они стали похожи на персонажей мультика Уалли. Никто даже пальцем не пошевелит, чтобы сделать что-то по дому. Не стирать, не посуду мыть, даже мусор вытряхивать из пылесоса никто не в состоянии, лишь бы втыкать в телек и вот эти свои игрушечки. Стоп, что за отсебятина? Да, я тут пожалуй погорячился. Давай еще раз и строго по тексту. Извините, просто добавил личный опыт. Я ее вчера говорю. Так, все, соберись. Роботы самоочисткой, дубль 2. Всем привет на канале Быстробот. Для выживания в 21 веке людям приходится работать на двух работах, из-за чего совершенно не остается времени на духовные практики изучения классического искусства и чтения умных книг, не говоря уже об уборке в доме. Но прогресс не стоит на месте. И на помощь человеку приходят роботы-пылесосы с самоочисткой пылесборника, самоочисткой салфеток, самоочисткой всего и сразу. Специально для рейтинга я отобрал пятерку лучших роботов в каждой категории и сейчас вам о них расскажу. Начнем с классических роботов, которые собирают мусор в большой мешок на док-станции. На пятом месте Лидста С1. Типичный пылесос сиамишного типа. Таблетка с лидаром и прорезями в бампере. Сила всасывания стандартная, но раструб плавает, поэтому мелкий мусор Лидста С1 собирает нормально. Также под нищем установлена ультрафиолетовая лампа, которая убивает микробов, прежде чем они попадут под турбо-щетку. Лидста С1 самый гуманный пылесос в мире, а для влажной уборки в коробку положили целую пачку одноразовых салфеток. И вовсе не для того, чтобы вы привыкли ими пользоваться и потом постоянно докупали новые. Конечно нет. Просто производитель стремится повысить качество вашей жизни. Станция сделана в виде колонны и с припаркованным роботом занимает много места. Зато в ней предусмотрена функция озонирования. И месяц спустя док-станция, забитая мусором, не будет вонять как мусорное ведро. Важная опция, если в доме пушистые жители, от которых робот подбирает много органической фигни. Мидея С8+, выглядит куда интереснее. Зацените серебристую кайму Лидара и карбоновый капот, как у Бехи-семерки. Озонирования в док-станции нет. Вместо этого установили ультрафиолетовую лампу в бачок. Каждый раз сливать воду не нужно. Правда, надо отметить, что эта лампа существует в основном в инструкции, а в ходе тестирования никакого ультрафиолета в бачке я не увидел. Здесь самое время накидать критический комментариев насчет того, как автор собрался увидеть ультрафиолетовые лучи. Заодно можно прожать пальцы вверх, но не вниз. Это важно. И подписаться. Бестробот будет благодарен за любую активность на канале. Вообще инженеры С8 уделили максимальное внимание влажной уборки. В коробку даже положили дополнительный модуль с виброшваброй. Если вы всегда мечтали, чтобы кто-то вместо вас мыл полы на кухне, С8 именно этот вариант. Во время сухой уборки пылесос тоже кое-что подбирает, хотя делает это странновато. С одной стороны, он реально мощный и чистит сантиметровые щели, а с другой оставляет кучу песка даже на ламинате. Возможно, дело в щетинистой щетке, которая уступает по эффективности лепестково-щетинистой. Станция у С8 старого образца с большой лапой. В теории это не лучший вариант, но пылесборник чистит хорошо. А на всякий случай в приложении добавили настройку продолжительности самоочистки. Но вернемся к пылесосам с классическим дизайном. Однорукая шайба, колонна без изысков и пульт класса кирпич. Если решите запустить им в кота, правильно сделайте. Потому что потенциал управления раскрывается только в приложении. Разбивка на комнаты, целевые, запретные зоны, все дела. На гладком полу убирают так же, как Медея С8. Но с коврами справляются получше, потому что щетка более жесткая, ну а полы, ясное дело, моют похуже. Статичная салфетка в виброшвабре не соперник, и уай-образный режим не спасает. С самоочисткой полный порядок любые типы соренок выгружают с первой же попытки. Только с песком пришлось сделать дополнительный запуск. Но в бытовых условиях собрать контейнер песка нужно прямо постараться. Также важно отметить, что станция снабжена собственной фильтрацией и выдувает только альпийскую свежесть. На втором месте монструозный роборок Q7 Max Plus и его резиновые аксессуары. Щетка с раздвоенными концами. Я называю ее языки кобры. Звучит бруталенько, но и метет мое почтение. Одна из немногих торцевушек, которая не вязнет в глубоком ковре. Резиновый валик на двух подвесах. Как бэха-семерка, он глотает неровности дороги, плывет по коврам и обеспечивает четкое прилегание раструба на всех участках. В процессе тестирования Q7 Max показал 98% на ламинате и ковролине, и даже на среднем ковре затащил 90%. Если выбираете по качеству сухой уборки, есть повод сделать заметку в блокноте. Для влажной уборки используется швабра с подпружиненными кнопками. Пылесос неплохо вытирает кофе, но до полотера ему далековато. Докстанция представляет собой колонну парапедальной параллелепи. Колонну прямоугольной формы с пандусом. Качество самоочистки топово. Я не смог найти такого загрязнителя, которого база не затащила бы с первой попытки. Такая мощность вызывает уважение. На первое место все-таки залез Dreamy 10S+. Звонкий пластик, четкая сборка, аккуратная докстанция. Рабочий блок по последней моде, с разделителями, зацепами и шторками, повышающими эффективность всасывания. А вместо трубощетки – резиновый валик. У робота вездеходные колеса с глубоким протектором. И здесь я хотел придумать какое-то сравнение с бэха-семеркой, но не смог. Поэтому просто скажу. D10S+, соответствует планке качества Dreamy, что само по себе немало. Кроме того, пылесос чертовски мощный, заявлено 5000 паскалей. По качеству уборки не уступает Roborock U7 Max. Но при этом Dreamy еще и распознает предметы на полу. А значит, не застрянет на сушилке. Не наедет на хвост собаки и не зажует носки. Сценникам чуть больше 30 рублей бесполезно ждать чудес интеллекта. И если кот захочет отомстить, без карвалола обойтись не получится. Но все-таки по сочетанию цены и качества, Dreamy D10S+, заслуженно забирает антикризисное золото рейтинга. Но если вы цените влажную уборку не меньше, чем сухую, стоит задуматься о роботе с полосканием салфеток. Начнем с новинки. Viome Alpha 3. Узкоспециализированный полотер со вспомогательной сухой уборкой. В общем-то, у этого робота нормальная турбощетка и 3200 паскалей. Но не думаю, что от него стоит ждать чудес на коврах и рассчитывать, что в доме не останется ни песчинки. А от влажной уборки ожидания повыше. У Alpha 3 виброшвабра, которую он получит при каждом заезде на док-станцию. Пособирал грязь, прополоскал салфетку и продолжил вытирать. В принципе, по такому же алгоритму мы моем полы вручную. А в конце Alpha 3 еще и обдувает салфетку горячим воздухом, чтобы не было плесени. Помимо базовой версии, на Али можно найти профессиональную за 46 тысяч. У нее более мощный мотор на 5300 паскалей и вместо виброшвабры – мопы, которые могут быть эффективнее. Более подробно об этом пылесосе расскажу, когда и если попадет в лабораторию. А пока смотрим четвертое место. Немного выше Xiaomi Mi GSL в клинике Vacuum Mob 2 Pro. Называю полностью, потому что его важно не перепутать с кучей других пылесосов производителя с похожим названием, например, СМИ-робот Vacuum Mob 2 Pro. Если нас смотрят представители компании Xiaomi, официально заявляю, что готов за скромную плату придумывать оригинальное название для ваших пылесосов. Пишите на электронку, договоримся. Информации по новинке маловато, но то, что есть, выглядит многообещающе. Помимо больших бачков для чистой и грязной воды, в станцию установлен маленький бак для моющего средства, которое добавляется во время полоскания и помогает убрать сложное загрязнение. Качество влажной уборки тоже должно быть получше, чем у того же Viomi, потому что робот возит с собой встроенный бак и определяет предметы на полу. Но самое крутое, Xiaomi Mi GSL в клининг Vacuum Mob 2 Pro может быть полностью автономным, поскольку его станция подключается к водопроводу и канализации. На третье место я поставил D-Bot T10 Turbo, и не только потому, что это робот Ecovacs. У этой модельки масса достоинств, начиная с большой док-станции. Стандартный объем бачков для станции такого типа 2,5 литра, а у T10 Turbo 2 бачка по 4 литра каждый. Значит, заглядывать в станцию придется в два раза реже. Робот живет самостоятельной жизнью, полощет салфетки, заправляет встроенный бачок, из которого смачивает салфетки, а в конце уборки обдувает себя горячим воздухом. Распознавание предметов на высоком уровне. Дебот замечает любые объекты и обходит их с нежным касанием, не оставляя необработанных зон. К фронтальной камере можно подключиться прямо с пляжа и удостовериться, что в доме все в порядке, пока вы отдыхаете. В плане сухой уборки Дебот, как обычно, даст фору любому конкуренту Xiaomi. На борту всего 3000 паскалей, но недооценивать этот показатель не следует. Эковаксовские 3000 в переводе на среднерыночный означает 5000, не меньше. А вот мопы, несмотря на пометку Turbo в названии робота, моют так себе. На кухню робота приглашать бесполезно. То ли дело Лиги D8. Инженеры не гнались за модой, взяли проверенную технологию, виброшвабру и воплотили ее наилучшим образом. Плотная салфетка, вибрации с большой амплитудой и подача воды на пол творят чудеса. Лиги D8 отмывает даже присохший кетчуп, что не под силу большинству полотеров. При этом хобот отлично справляется и с сухой уборкой. Заезжает в самый угол П-образным бампером, вытягивает песок блоком прямого всасывания, поднимает салфетку и очищает турбощеткой ковролин. В ходе тестирования робот хорошо показал себя на любых покрытиях, кроме ковров с длинным ворсом. В приложении есть функция уборки под занавесками и предотвращение застревания, ослабить залазание. Простое, но эффективное решение вопроса с сушилкой. Вопрос с сушилкой – классическая проблема навигации роботов-пылесосов, связанная с застреванием при попытке проехать через трубчатые ножки. Колеса буксуют, робот таранит сушилку с разных сторон, по 5 минут висит на трубе, жалобно вращаясь щетками или просто садится на днище и уже не может выбраться. Установленная швабра только осложняет ситуацию. Окончательно решить вопрос с сушилкой пытались разными способами, включая повышение клиренса или с помощью распознавания предметов. Лиги D8 не испытывает трудности с сушилкой, потому что у него вездеходная гусеница и потому что в режиме «ослабить залазание» он, как ни странно, обходит трубчатые ножки тоже. Но указанных инноваций производителю было мало, и он решил добавить в пылесборник пресс, чтобы вмещалось больше мусора. Конечно, это не тот гидравлический пресс, которым припечатали терминатора, но пыль прессует и как минимум продлевает срок службы хепофильтра. Производитель уже открыл продажи станции Lulu к этому роботу. Она заполняет встроенный бачок, стирает салфетку и сушит феном. Best Robot обязательно сделает на нее обзор. Отличный повод подписаться на канал. И в тот момент, когда мы думали, что роботов с такой формой корпуса, как у Hobot и с такими же большими бачками, как у D-Bot больше не существует, появился Dreamy W10 Pro. Он D-образный, но с закругленными углами, чтобы лучше маневрировать, и с резервуаром для чистой воды на 4,5 литра. Пятилучевая щелка эффективно заметает крошки, хотя и не идеально работает в углах. Специальных зон для обхода сушилки у Dreamy нет, зато есть фронтальная камера, с помощью которой пылесос избегает опасных объектов. Но самое классное – станция. У нее съемный поддон. Больше не придется стоять раком, извините, и выковыривать из нее грязь. Взяли поддон и промыли под краном. Еще одно достоинство Dreamy W10 Pro – продуманная периодичность полоскания. Можно заставить робота промывать салфетку после каждых 5 квадратов, а не через 15, как у аналогов, что весьма актуально, учитывая, что на начало 2023 года средняя площадь вторичных квартир в мегаполисах RF составила 53,5 квадратных метра. И этот показатель неуклонно сокращается с 2019 года. Да, на канале Быстробот вы всегда узнаете правду и не только о роботах-пылесосах. Кстати, если у вас маленькая квартира и вы прямо не знаете, куда воткнуть большую док-станцию Dreamy W10 Pro, обратите внимание на Dreamy L10 Prime. У него стандартные резервуары по 2,5 литра. Ну, а если вы вообще не испытываете трудностей с деньгами, можете задуматься о покупке настоящего комбайна для уборки. Такого, как ROIDME EVO. Это квадратно-круглый пылесос с комплексной... Так, стоп, что я имею в виду? Если мы взглянем на него сверху, заметим, что он не круглый в таблеточном понимании, а скорее квадратный со скругленными углами. Поэтому я и называю его квадратно-круглым. По задумке производителя, такая форма – компромисс между маневренностью и качеством уборки в углах. Еще пылесос как бы определяет предметы на полу, отличается улучшенной проходимостью, а сила всасывания больше, чем у D-Bot T10 Turbo. Но главное не это, а компоновка станции. Производитель не просто вместил в нее здоровенные контейнеры по 4 литра, но еще и мешок для мусора между ними запихнул. Поэтому ROIDME EVO целиком находится на самообслуживании. Полощет салфетки, сушит холодным воздухом и вытягивает из контейнера пыль. Заглядываем на станцию только раз в неделю, чтобы заменить воду и проверить щетки пылесоса. Альтернативный вариант – Xiaomi X10+. По функционалу то же самое, что у ROIDME EVO, но с более высоким классом исполнения. Адекватное распознавание почти всех предметов. Есть даже 3D-карта с мебелью. Нормальное качество сухой уборки и стандартное качество влажной. Ну и, конечно же, вертикально ориентированная станция самоочистки. Сверху располагаются резервуары для воды, в специальном ящике под ними мешок для мусора. Само собой, станция чистит пылесборник, промывает салфетки, сушит их и освобождает кучу времени для любимого сериала. Европейская версия X10+, стоит 5 прожиточных минимумов. Но если вы владеете базовыми хакерскими навыками, можете сэкономить один минимум и за 50 тысяч взять китайскую версию робота. Называется Mijia Vacuum Omni 1S. Новенького Roborock S8 Pro Ultra я поставил на третье место, что на первый взгляд кажется парадоксальным, ведь у этого робота есть все и даже немного больше. Два плохо запатентованных валика iRobot, которые экстрагируют из ковра соринки и натирают пол до блеска. Крутейшая система распознавания предметов, она работает даже в темноте, поскольку рядом с камерой установлена фара. Влажная уборка с медленным режимом, в котором S8 успевает отмыть сложное загрязнение. Кроме того, я хотел бы вручить Roborock S8 Pro Ultra специальный приз за самую удобную настройку полоскания по времени. Никаких квадратов и комнат, просто выбираем полоскать через 5 минут, и в доме будет чисто. А еще можно определять расход воды во время полоскания, что непосредственно влияет на качество и продолжительность просушки. Но, тем не менее, есть у нового флагмана и недоработки. Он уже не фоткает найденные предметы, хотя это была полезная функция для поиска носков. Да и вообще, было бы интересно узнать, что еще валяется под диваном. Но главное, Roborock S8 Pro Ultra не такой мощный, как заявлено. По уборке щелей тут не то, что 6000 паскалей, даже 3000 не просматривается. То ли из-за большого раструба, то ли из-за того, что Roborock ударились в маркетинг. Но факт остается фактом. Поэтому BestRobot рекомендует не гнаться за новизной и присмотреться к прошлогоднему S7 Max V Ultra. Либо присмотритесь к Debot T20 Pro. У этого робота эковаксовские 6000 паскалей. Он вычищает самые глубокие щели, перемалывает любой мусор, как диспоузер. Ковер лучше закрепить полускотчем, иначе Debot будет таскать его по дому, как тузик-тряпку. А еще надо проверить качество укладки ламината, потому что может и ламинатину отодрать. В общем, пылесос реально мощный. Распознавание предметов адекватное, обходит снежным касанием. Станция самоочистки продумана почти идеально. 4-х литровые бачки, промывка салфеток теплой водой, сушка и все дела. Правда, подон несъемный, и выгребать из него мусор, мягко говоря, не очень удобно. Отсек для моющего средства размещен только в модуле для подключения канализации. Но главный минус – то, что робот не адаптирован для RF от слова совсем. Приложение на английском, а чтобы его установить, нужен китайский аккаунт. В качестве альтернативы данной модели можно рассмотреть Debot X1 Omni. Стоит на 5000 дешевле, но без лифта на коврах, а у первых партий данной модели еще и без подключения к водопроводу. Ну, а на первом месте новенький Dreamy X10 Pro. У этой модели полный арсенал инструментов для комплексной уборки. Обычная трубощетка работает не менее эффективно, чем два валика Roborock S8, потому что рамка плавает и оснащена специальными шторками, улучшающими всасывание. 6000 паскалей Dreamy, конечно, меньше, чем 6000 ECOVAX, но для ковролина вполне хватает. Распознавание предметов не хуже, чем у Roborock S7 Max V. X10 Pro определяет любые предметы, даже коварные проделки кота и даже глубокой ночью, потому что у робота две фары, как у Bechi 7-ки. Докстанция сделана по последнему слову техники. Есть отдельный картридж для моющего средства, резервуары по 4 литра и серебряный элемент, чтобы не было запаха. Поддон вынимается для удобства, а дополнительно можно взять модуль для подключения к канализации. Но Dreamy X10 Pro не просто крутой пылесос, это научный прогресс на кончиках пальцев, потому что робот умеет снимать салфетки, чтобы заниматься только сухой уборкой. Для этого на станции сделали специальные штыри с магнитами. Уникальная технология, которой пока нет ни у одного конкурента и которая через пару лет будет у всех пылесосов такого типа. Единственный минус – придется заморочиться с установкой приложения и китайским аккаунтом. А если не хотите испытывать свои хакерские способности, можете за те же деньги взять проверенного и полностью русифицированного Dreamy L10s Ultra. Он, конечно, салфетки не снимает, но убирает не хуже. А теперь расставим точки над «и». Из роботов с самоочисткой пылесборника самый крутой вариант Roborock Q7 Max Plus. Туповая сухая уборка, высокое качество сборки и самоочистки. Попроще, но сильно дешевле Dreamy Bot D10 Plus, либо Mi D-S8 Plus, который очень хорошо моет полы вибромодулем. Из роботов с полосканием салфеток выбираем между Dreamy W12 Pro, который определяет предметы на полу, объезжает хвост собаки и замок из конструктора, и Хобот D8, который исключительно хорошо чистит тонкие ковры и моет ламинат на уровне премиального полотера. Но для средних ковров предпочтительнее все-таки D-Bot T10 Turbo. Из многофункциональных комбайнов смотрим. Roborock S8 Pro Ultra с двумя валиками и продуманными настройками самоочистки, но учитываем, что нарисованная мощность выше настоящей. Ураганный D-Bot T20 Pro, пожалуй, это самый мощный пылесос на рынке. Если в приоритете сухая уборка, лучше взять именно эту модель. И самый технологичный робот 2023 года Dreamy X10 Pro. Безупречное распознавание предметов, полоскание с моющим средством и автоматическое снятие салфеток. На этом у меня все. Если у вас уже есть какой-нибудь из перечисленных пылесосов, напишите в комментариях, как он вам. Поддержите ролик лайком, не забывайте о подписке и заглядывайте в наш телеграм-канал. А пока, пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok